Всем доброго здоровья, друзья! С вами Дмитрий Сава со своей прекрасной семьёй Максимочка и Катюшенька Привет! 14 октября прекрасная погода солнечный день выдался сегодня мы находимся в Орлике Полтавской области всех поздравляем с праздником сегодня праздник покрова Святой Богородицы вот и я поинтересовался у мамы об этом празднике она рассказала, что ещё ну если так в двух словах ещё в 910 году наши предки напали на город Константинополь в то время наши предки ещё были язычниками а там в храме молились люди христиане вот они стали просить помощи у Божьей Матери и явилась Божья Матери как будто своим своей вот этой накидкой не знаю как она называется как бы покрыла весь этот приход храма и все бесчинства которые продолжались на улице не докатились до храма люди спаслись и такое повторялось ещё несколько раз уже в наши дни зеленушечка но пока что для неё места нету мы особо к сегодняшней грибалке не готовились просто сегодня у Кати выходной совпал с моим и мы уже к 12 ближе сюда подъехали лес встречает меня прекраснейшим масленком молодым да какие-то птицы там возмущаются оно и понятно ведь людей немало здесь мешают их нему обычному ходу жизни недалеко от автомобиля отошли заглядываю просто вот здесь вот по вытоптанной дорожке заглядываю под вот эти вот склонившиеся к земле веточки сосны и вижу бугорочек в бугорочке беляшочек да какой бочоночек смотри Катя вот за этим мы сюда и приехали и еще об одном факте я обязан рассказать это чудо которое произошло с моей мамой однажды она очень сильно болела и как верующий человек в молитве постоянно обращалась к Богу с просьбой о помощи в выздоровлении она делала это постоянно и очень усердно и однажды ей пришло в голову обратиться к Богу с вопросом господи может быть я тебе уже надоело может быть я сильно навязчиво и в знак что Господь услышал ее ей приснилось что она стоит в поле и на небе возникает образ Святой Богородицы и она как будто движется навстречу матери и вот этим своим шарфом как бы покрывает ее мама конечно выздоровела потом слава Богу масленочек ось что означает покрова означает Божий захист мы конечно же не брезгуем заходить в низинушки с осинушками что приносит нам свой положительный результат в виде водосика конечно же крупных экземпляров мы здесь уже не надеемся встретить потому как место уже обошли сотни тысяч человек сейчас поистине золотая пора грибочки все чистенькие червивых нету самые прекрасные экземпляры я люблю находить и вообще попадаются именно в октябре даже среди таких грибов как мухоморы дорогие друзья мне кажется я нашел царя маслят он очень высокий да вот это маслак ну это не царь но похож ну принц максим с Катей отдают предпочтение сосновому лесу я же люблю зайти в осинничек как вы уже могли видеть и всегда что-нибудь здесь нахожу вот например подосик маленький всегда какая-нибудь приятная находочка меня здесь ждет я вам друзья не могу этого не показать промолчать зову сюда своих поглядите на это прямо возле дороги это бархатная шляпа моих любимых подосиков здесь можно встретить классно возле дороги прям вот же они осины а вот они подосиновики потому что сейчас еще найдем и так я потерпел поражение в голосовании грибачить ли нам в осинках либо войти сосновник двое проголосовали за сосновник ну что ж будем делать здесь себе удачу беляшик сразу попался и все-таки сосновник длился недолго снова лиственный лес и посмотрите какие роскошные зонты супер надо взять ох какой мясистый ё-моё ац я поим а он весь раскрывшийся но они зачастую тоже бывают червилами нужно проверять когда вы отделяете ножку от ляпки там сразу видно есть ли ходы зацените зонт уже моя волшебная корзина не кажется такой волшебной когда ложится такой зонт нужно его пластинками вниз направить вот так ну все грибалка закончена нужно будет зайти в машину и оставить эти прекраснейшие грибы потому как недавно их поел я уже соскучился по вкусу этого деликатеса не знаю хоть бы не пришлось их выбрасывать если если я найду беляшовое место по пути прекрасные я такие рады такие рады я вот думаю чего тянуть такой огромный зонт если вдруг он червивый давайте же посмотрим жаль конечно его резать ну а как проверить по-другому так-то вроде бы кто-то ходит вроде бы не червивый ну что может быть его вдоль поломать или разрезать разрезать наверное лучше разрежем если что наложим на сковороду ты так не поместишь полный это рост что-то плохо режется так положи его на земле на земле чтобы еще мне потом песочек похрустил пикантно на зубах вот это шампиньон да подожди дальше вот так о да он чист как как что как слеза младенца а другие мясо полная корзина мяса грибного просто море грибов попадается под названием моремуха или мухомор серорозовый но я пока у кого-нибудь в гостях не попробую сам готовить не рисую так сказать ответственность себя перекладываю за жизнь и здоровье мужики еще не попрятались кстати впервые встречаю в этом лесу ползучих наконец-то созрели дождевички не могу себе позволить оставить такие прекрасные грибы в лесу не взять их домой они съедобные и очень вкусные просто тьма пластинчатых грибов сыроежек рядовок разнообразных горькуши кто все это собирает тот уйдет домой с набитыми корзинами еще и пакетами повстречался нам с Максимкой старый беляж могу правда определить сразу насколько он стар может быть он еще пригоден проверим он внутри белый я не знаю некоторые берут такие грибы на сушку итак в поисках беляшей мы пробираемся через дюны и вот под одной из таких дюны выглядывает шляпка молодого белого он не такой и короткий как я думал молодые беляж пробираемся дальше вглубь вглубь подоснование этой дюны он там он в иголочках видите бошка залетела фу вон там лезем туда не могу ногу перекинуть вот он вот он я думал нету беляшей мы просто не там ищем друзья мои они есть и какие прекрасные вглубь сейчас катя удивится вот уж и беляши скоро будут вываливаться из корзины из-за зонтов и маслятушки тут радуют своим присутствием и белячушки не огорчают маленькие правда такие таинственные места здесь особенно такое чувство возникает когда нету рядом больше никого как гром среди ясного неба показался этот беляш я уж не надеялся идешь все грибы побитые потоптанные его наверное спутали с одним из вот таких вот например или даже наверное вот таких видите все кругом разрыто откуда такой большой экземпляр здесь мог взяться разве что его перепутали с каким-то из пластинчатых я такой рады сейчас мы будем проверять его на чистоту ой да он совершенно чист как я и думал ура беляшик отправляется в мою чудесную волшебную корзину ножку ищем по gps куда идти немножко мы блуканули здесь непонятно куда идти ну вот сюда нам идти это прошлый раз машина спела сейчас я посмотрю у меня есть такой же gps навигатор ну чё зонты спасли ситуацию сегодня папа лидирует мама по всем мослят ну что ты беляшик один у тебя нет три где мамы там парочку ну и папы вот такой беляшела там еще есть крутые зонты вообще класс шикарные наконец-то мы вышли на дорогу мама хочет идти возле дороги но мы уже устали да какой можно вывод сделать из сегодняшней грибалочки грибов много но по большей части пластинчатых беляшей к сожалению мало я не знаю с чем это связано возможно волна прошла а может быть и волна прошла и плюс люди прошли ну все же отыскать что-то у вас получится это конечно же касается именно этой местности судя по фотографиям в других местах этого же региона очень много белых а поэтому серию грибалочек 2022 мы еще не завершаем еще походим с вами друзья а поэтому прошу вас подписаться поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий если не знаете что написать поставьте смайлик или восклицательный знак пока всем пока пока пока